Добрый день! Нынешний год является юбилейным для команды Mercedes-Benz. Помимо всего прочего, 115 лет назад появился первый грузовик со звездочкой. И вот как раз к юбилею была приготовлена новая премьера. Премьера четвертого поколения грузовика Actors. Дизайн, в общем, поменялся, на мой взгляд, достаточно существенно. Эта машина выглядит совершенно по-другому, но и не мудрено. Над ее разработкой трудились 1800 человек, было затрачено 1 миллиард евро. Накатали машины экспериментальные более 20 миллионов километров для того, чтобы видеть на вот это вот чудо-ничудо, пока еще не знаю. Но мне кажется, что это что-то такое, выносящий мозг напрочь. У нового Actors'а 7 вариантов кабин. Начиная от самой маленькой и самой узкой, которая шириной имеет 2,3, заканчивая вот это вот, самый большой Gigaspace, она называется. Высота внутри от прямого ровного пола до потолка 2 метра 13 сантиметров. Ширина этой кабины 2,5 метра. Собственно, как и самого грузовика. Немцы говорят, что внутри у них трехкомнатная квартира. Ну, в общем, конечно, примерно так оно и есть. Во всяком случае, три жилые зоны. Зона отдыха, дальше зона водителя, можно сказать, и рабочий кабинет, ну и спальня, которая, соответственно, находится сзади. Предлагаю все-таки зайти туда со стороны водителя. Кстати, одна вот такая вот забавная деталь. Звездочка ночью горит слабым-слабым огнем для того, чтобы водитель любой стоянки в темноте мог найти свою машину. Кстати говоря, 7 вариантов кабины только база. На самом деле существует еще большое количество разветвлений. Например, вы можете заказать себе вот на кабину с такими спойлерами, горизонтальными и вертикальными. То, что эта кабина называется гигаспейс, это абсолютно правильно, потому что для того, чтобы подняться туда, нужно пройти 4 ступени, даже по большому счету 5. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Прямо как будто бы по лестнице прогулялся. Что касается приборной панели, она осталась прежней, такой, как в третьем актрисе, загнутой в виде такого бумеранга. Хотя, скажем, MAN на своем новом TGX вернулся к предыдущей версии, к версии прямой приборной панели. Дело в том, что нет необходимости в большой россобе приборных циферблатов, потому что всю информацию вы можете считать с одного центрального дисплея. А дисплей у четвертого актриса подрос. Теперь он, зависимо всего от комплектации, может быть 10,5 или 12,5 сантиметров по диагонали. Переместился с подлокотника, переместился джойстик переключения передач, который стоял раньше здесь, теперь он вот здесь находится на подролевом переключателе. И почему-то, непонятно почему, Мерседесовцы перенесли под правую руку регулировку сидений. Говорят, что так удобнее. Ну, в принципе, учитывая то, что здесь огромное пространство, может быть, действительно так можно наклониться и посмотреть, куда и как тебе нужно регулировать. Вот такой ключ у нового актриса четвертого поколения. Вставляем его в гнездо и заводим автомобиль как спортивную машину при помощи кнопки старт-стоп. Добавилось кнопок, которые отвечают за дополнительные ступени безопасности. Надо сказать, что с безопасностью здесь очень хорошо, настолько хорошо, что даже не упомнишь всего нового, что есть, скажем, на новом грузовом Мерседесе. По большому счету, есть фактически все, что есть у легковых автомобилей. Например, есть специальный радар, который считывает расстояние перед машиной идущей впереди. Вы можете его, конечно, отключить, но лучше этого не делать, потому что в случае, если вы раздеваетесь, этот радар даст вам определенный сигнал. И в зависимости от него, то есть, услышав его, вы можете понять, что какая-то проблема, вам нужно оттормаживаться. Есть точно так же, как на многих нынешних современных легковых машинах, специальные датчики, которые показывают, что водитель ушел с полосы движения, не включая поворотника. То есть, машина оценит это, как будто человек устал и, что называется, потерял контроль над автомобилем. Есть еще одна полезная штука, которая позволяет трогаться вам в гору, когда особенно вы стоите с полуприцепом, возникают часто проблемы. Поэтому тут у вас есть, что называется, ассистент, который задерживает на какое-то время давление в системе, и вы, соответственно, можете спокойно, нажав на педаль газа, быть уверен в том, что вы не откатитесь назад. Перемещаюсь в спальную зону. Специально выключил двигатель, чтобы все-таки беспокоиться об экологии. Здесь, по сути, две кровати. И первая, и вторая максимальную длину имеет 2 метра 20 сантиметров, что даже для самого прошлого человека вполне себе большая длина. А вот что касается люка, мне, например, вот самый, называется, с моим ростом метр семьдесят, самый притык, больше не получится. Большое количество всевозможных глубоких-преглубоких ящиков. Вот их здесь три штуки. Два вот таких вот углубления, в которые тоже можно положить много полезных вещей. Ящики, встроенные вот сюда, под заднее сидение. Вот это вот здесь, например, вы можете поработать с компьютером. А наверху, скажем, столешница, а внизу у вас небольшой холодильник. То есть, отчасти можно сказать, что здесь у вас тоже есть и кухня. Вот здесь тоже подобный большой глубокий ящик с высокой столешницей. Есть дополнительные здоровые рундуки, которые располагаются сзади. Вот сюда действительно можно поместить огромное количество вещей. Кстати говоря, немцы пошутили и сказали, что в новую кабину можно положить на 28 ящиков пива больше, чем в предыдущую. То есть, она больше на кубометр. Правда, они не уточнили, что это за тара, какой емкости должны быть бутылки и сколько бутылок вмещается в ящик. Но это такая, видимо, немецкая шутка юмора. Ну и, собственно говоря, третья комната, которую рассказывали немцы, это комната отдыха. Человек может сидеть, скажем, здесь, поместив ноги вперед, потому что ноги затекают. А при желании можно переместиться и в пассажирское кресло. И там, и там можно спокойно сидеть, пить кофе, смотреть телевизор. Дело в том, что, согласно современным правилам, водитель не имеет права находиться за рулем больше определенного количества часов. Ребят, время просто обязан останавливаться и какое-то время отдыхать. Ну, если человек не хочет спать, он может просто посидеть, немножечко расслабиться. А вот такая вот есть небольшая тоже столешница, которая раскладывается, и вы можете спокойно сюда положить ноутбук. Ну, а я думаю, что теперь пришла пора попробовать в движении эту большую-большую новую машину. Этот гениальный космический аппарат, который мне нравится все больше и больше. Хотя бы потому, что здесь есть что поизучать. Однако не все так просто. Для того, чтобы ездить по дорогам Европы с полуприцепом, просто водительского удостоверения недостаточно. К счастью, нам согласился помочь протестировать автомобиль друг и коллега без привлечения. Один из лучших специалистов по грузовой технике Федор Лапшин. Ну вот, я за рулем нового Актерса. Ну, это машина, в общем, непростая, поскольку просто так она не поедет. Во-первых, в ней нет нормального ключа, в нашем понимании. В нее вставляется вот такая вот мультифункциональная такая вот штука, с помощью которой можно дистанционно управлять там всем, включая свет и подвеску. И стартует она кнопкой, как легковой Мерседес. И второе, что нужно в этой машине, в нее нужно засунуть две кредитные карточки. Ну, правда, это не кредитные карточки, но они все равно. Вот они обе щипаны. Значит, первое, причем обе практически неизвестны нашим длиннобойщикам. Первое, это так называемая карта водителя, без которой в Европе сейчас ездить нельзя. Она вставляется в цифровой тахограф, и на ней отмечены все мои данные. Она отмечает, с какой скоростью я ехал, и она отмечает, сколько времени я ехал. Ее может проверить любой полицейский, вставив к себе в компьютер. И второе, это флитборд. Это обязательная система, которая стоит на этом актерсе, с помощью которой, если я водитель, да, мой хозяин может контролировать дистанционно по интернету, где я, сколько я топлива потратил, куда я уехал, уехал ли я налево, сколько я топлива израсходовал, сколько сэкономил, как мне улучшить мой стиль вождения. Мне же предстоит протестировать тягач на дорогах специального полигона. Ну вот, снимаем с ручника эту махину, включаем положение драйв на этой роботизированной коробке и трогаемся. Вообще, я вам скажу так, когда садишься сюда, в этот новый четвертый актерс, актерс, вернее, так, наверное, правильнее говорить, бросаешь взгляд на приборную панель и понимаешь, что это адронный коллайдер, большой адронный коллайдер, потому что настолько все по-новому, вплоть до дизайна подрулевых переключателей, вплоть до дизайна кнопок, и только после того, когда ты трогаешься с места, ты понимаешь, насколько ты был прав по большому счету. Это даже не то, чтобы коллайдер, это просто какой-то космический корабль. Собственно говоря, так он и выглядит снаружи. Согласитесь, если посмотреть на него спереди, он производит впечатление железной маски из «Звездных войн», только серебристого цвета. Очень недобрая ухмылка, жесткий взгляд и все такое вот твердое, тевтонское, металлическое, тевтонско-космическое, металлическое. Вот такой вот странный образ пришел в голову. Космический корабль получил новое сердце, абсолютно новый двигатель ОМ-471. Рядную шестерку рабочим объемом 12,8 литра. У мотора четыре настройки мощностью. 420 л.с. — это 2100 ньютон-метров. 450 л.с. — 2200 ньютон-метров. 480 л.с. — соответственно, 2300 ньютон-метров. И 510 л.с. — это 2500 ньютон-метров. Новый двигатель только потеснит, но не заменит полностью прежние двигатели — V-образную шестерку и восьмерку. Что касается коробки, то на четвертый «Акторс» теперь устанавливает «Пауэршифт» третьего поколения. Это 12-ступенчатый робот. Причем теперь электронным мозгам под силу даже режим раскачки. Ширина самого большого варианта, самого широкого варианта — 2,5 метра. Учитывая то, что ширина полосы здесь в Европе 2,70, вы понимаете, насколько непросто ездить по этим дорогам, потому что у нас остается буквально по 10 сантиметров слева и справа. Хорошо, когда ты едешь просто на голове. А если у тебя полуприцеп сзади, вот тут, конечно, нужно быть реально очень хорошим мастером, иметь хороший навык, самое главное — большую практику. Особенно, когда ты едешь не просто по хайвею, по автобану, а когда тебе приходится ехать через какую-нибудь маленькую деревушку, где постоянно выскакивают дети на велосипедах, где постоянно стоят какие-то машины, которые должны выезжать, объезжать чуть ли не по встречной полосе. В общем, все очень непросто. Нет таких просторов, к сожалению, как у нас в России. Есть у нового «Актерса» и изменения в ходовой. Шасси получило более широкую раму в двух вариантах высоты, стало быть, увеличилась жесткость накручения. Модернизировали переднюю подвеску, изменили рычаги на заднем мосту. Машина стала лучше держать дорогу и рулится более четко. Производитель утверждает, что новый «Актерс» станет дороже предыдущей версии, которая, кстати, будет выпускаться параллельно, на 4-6%. Что в новом «Актерсе» однозначно лучше? Конечно, однозначно лучше качество отделки интерьера. И, конечно, однозначно лучше рулевое управление. Это уже практически та машина, которая должна быть для дальнобойщика. Но с одним «но». Никто не знает, когда она придет в нашу страну по одной простой причине. Эта машина полностью не приспособлена под наше топливо из-за серы в нем. Потому что на ней стоят, для того, чтобы выхлоп соответствовал нормам Евро-5, Евро-6, на ней стоят система рециркуляции и система мочевиной нейтрализации. Это все совершенно не переваривает солярку нашего среднестатистического качества. Соответственно, как говорят немцы, да, она может заехать в Россию, пару-тройку раз заправиться и выехать обратно. Но работать по России она не может. Для того, чтобы уйти от этого, ну, как они говорят, в 2013-2015 годах будут сделаны некие изменения в двигателе, которые позволят ему работать на нашем топливе. А пока это чудесная машина, но она так же далека от нас, к сожалению, как американский шаг или как звезда. Как, однако, быстро меняется мир вокруг нас. Еще вчера я сдавал экзамен на водительские права на 53-м газоне, а теперь вон какая техника появляется. И сегодня я понял, что, возможно, в самом ближайшем времени подобного рода грузовики получат возможность вертикального взлета, а может быть даже превратятся просто в беспилотные модули. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова